ну что ж займемся пожалуй нашим то что мы сфотографировали с вами вот живой результат сейчас мы сделаем с вами workflow слой workflow и посмотрим что нам необходимо сделать ну первонаперво убрать леску это естественно так потом я смотрю вот от здесь отсутствует маленький штрих шарик мне откровенно не нравится ужасной формы к тому же смещен по отношению к сережке эти места тоже необходимо поправить здесь скорее всего придется что-то какой-то бличок добавить хотя бы один поработать с резкостью на камнях очень они маленькие и это даже не алмазы как мы понимаем да ну и убрать если нужно шумы подровнять формы пожалуй на этом все начнем пожалуй продублируем слой поднимем его наверх начнем с того что убирать будем черной красочкой здесь убрали и здесь убрали теперь до конца прошли для верности пройдем по всему фону при помощи инструмента затемнитель если какие-то пятнышки остались засветки то мы их этим самым уберем готово следующий этап как я говорил этот шарик не откровенно не нравится поэтому пойдем сейчас фильтр пластика подойдем к шарику возьмем вот этот инструмент деформация с размером кисти скажем так 38 плотность кисти 50 нажим кисти 50 и поработаем в плане деформация муж очень какой-то уродливый готовенько выходи на новенького так может быть еще немножко побольше этот краешек сделать покруглее вот так чтобы уж на бусинку было похоже действительно ки то теперь возьмем инструмент прямоугольного деления подведем его под самые шарик и нажав control alt и левую кнопку мыши подвинем нашу сережку по центру чтобы здесь не было грани возьмем замена светлым и сравняем тут вот так все хорошо есть идем наверх смотрим что у нас наверху наверху у нас нужно убрать с помощью этой же пальчика замена с темным теперь вот этот момент и все можем считать что на этом мы закончили здесь нажимаем r поворачиваем если у вас включена опция open gl то вам это тоже удастся она находится в настройках но я туда не пойду нам никогда так теперь замена темным и вот тут поправить чуть-чуть ну и порядок с этим справились берем перо и ведем издалека нашу полоску почему издалека да потому что я сейчас возьму кисть белую сделаю ну три пикселя наверное достаточно вот белая кисть и перо и теперь я скажу выполнить обводку я оставлю имитировать нажим для того чтобы ну это многовато наверно 3 попробуем теперь белый кисточку сделать а тут не 3 а 5 вот так достаточно будет и теперь снова взяв инструмент перо говорим выполнить обводку контура кисть имитировать нажим вот это мне нужно вот теперь будет выглядеть более-менее как немцы горит аутично то есть похоже или как даже не знаю перевода аутентиш они говорят аутентиш естественно вот правильный перевод аутентиш это будет естественно ну вот у нас более-менее аутентиш переходим к шарику возьмем режим замена светлым повернем на бачок для удобства и вот тут я сейчас маленько поработаю то что темное высветлим то что светлое добавим немножко побольше так чтобы не было грязи шарик взял полностью мою студию естественно для того чтобы он выглядел нормального надо было отдельно снимать но я это не делаю конечно оно не стоит того так хорошо теперь поправляем маленькие участки где не очень красивая стыковка это важно потому что таким образом изделие если не убрать смотрится неряшливым поэтому старайтесь углы все доводить до ума хотя они и не очень может быть будут видны но на общую картинку повлияет я вас уверяю так так все вот это огрехи литья китайского люблю наших братьев они мне еще с даманского понравились когда махали книжечками мао цзэдуна требуя отдать им остров даманский с какого рожна они возбудились непонятно ну ладно так переходим здесь сделали так теперь я возьму за осветлитель замена светлым замена светлым пройду и тут пройду видите как ужасно выглядит это все преувеличение ну это понятно было самого начала чайные алмазы снимаем готова ну еще может быть продлить вот этот публичок чуть-чуть еще его добавить порядочек переворачиваем смотрим ну теперь наша очередь подойти возьмем сейчас затемнитель и и вот тут замена темным вот это вот уберем это вкрапление неровности сколы и так далее они бывают также и на довольно таки хороших изделиях я снимал очень дорогие кабошоны топа сапфир и там приходилось довольно таки долгонько сидеть поправлять все вот эти некрасивости вкрапления так так теперь возьмем замена светлым пройдемся здесь светлым 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 так главное сохраняйте грани не надо залазить на грани пускай там будет чуть-чуть неровно но грань пускай останется потому что это очень важно иначе мы замылим камень так что мама родная не узнает поэтому старайтесь сохранить несмотря на то что вы выбираете тут разное вкрапление ну храните гордое молчание так смотрим теперь опять замена затемнения вот это место я бы хотел сейчас убрать эти беленькие всякие беганьки вот таким макаром здесь тоже здесь убрать белые вкрапления здесь хотя повторяю нужно быть аккуратным замена светлым замена светлым поворот поворот и вот здесь я бы сейчас чуть-чуть прошелся так эту грань подал побольше а то вот так ну и здесь вкрапления теперь тоже можно убрать замена темным затемнения и так вот мы работаем с камушком никуда не подъедешься порядочек ну сейчас посмотрим еще здесь так 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 смотрим ну я не думаю что он будет лучше если мы еще дальше будем там мазюкать так если мы не удовлетворены результатом своей обработки ну как бы на мазюкали да видно что на мазюкали мы можем взять этот цвет и на новом слое пройтись уже более четко сделав хорошую грань то же самое здесь то же самое здесь посмотрим что у нас тут вот этот цвет да новый слой вот так сохраняем на одном слое тут у нас какая-то маленькая пятнышко некрасивая надо его убрать вот это я еще пожалуй пройдусь вот по этому отражению мне тоже чем то не нравится так так ладно не переворачить пару таких рефлексов и достаточно вот этот может быть мы тоже может этот участок взять лучше вот этот и тоже сказать ему сказать ему поярче последнее что мне хотелось бы сделать это вот этот уголок дальше я не буду с камнем играться это чревато можно увлечься и уйти уже вообще за пределы разума за пределы разумного так ну вот пожалуй все инструмент осветлитель подсветка вот это было много вот таким образом мы смогли наш камень все-таки немного спасти и теперь самое время заняться камушками первое что мы сделаем уберем желтый оттенок да желтый налет на этом всем так для этого просто возьмем черно-белый берем непрозрачность до 80 процентов полный черно-белый нам не нужно в маске проделаем черной кисточкой с прозрачности сто процентов выведем наш камень назад задел случайно не страшно так вернемся под круги своя здесь так 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 все еще раз черно-белый посмотрим да чтобы уже быть уверенным что мы все правильно сделали вот так вот так вот так вот так вот так чтобы у нас совсем уж не ушел в пустоту вот этот кусочек я предлагаю сделать такую мягкую ему подсветочку небольшую образовать выделенную область скажем так 1 пиксель окей и теперь можем сделать лучше всего на отдельном слое посмотрим ну во первых можно было бы чуть-чуть порозовее сделать да что нам это серятина вот так и посмотреть с непрозрачностью вот таким образом все таки форма будет держать она окей последнее что осталось это камушки это камушки чтобы не возиться с каждым камнем я делаю это следующим образом я беру какой-то наиболее удачный вот этот допустим выложу его на новый слой и начинаю с ним работать в том плане что высветлять делать грани более четкими так вот если я удовлетворен результатом он удовлетворительный довольно таки то я могу спокойно разбросать везде этот камень по всему контуру так гораздо гораздо быстрее чем мы если бы возились с каждым и поработаем с черной кисточкой вот в этих местах где формы уж очень гадкие так 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 более-менее сравняли и последнее что наверное нам остается это пройтись замена светлым по краям стоп по краям то есть видите вот этот край допустим так я его сюда подниму здесь тоже здесь там здесь то есть это Промазали, поправим черной краской. Переворачиваем, смотрим, результат довольно таки неплохой. Я сейчас сделаю Ctrl-U, и у меня на новом слое появится еще одна вот такая сережечка. Так, немножко, чуть-чуть звенем, а я готова. Опять же, на общий слой смотрим. Я хотел бы сейчас наложить сюда фон. Для этого вот он у меня есть уже здесь, появился. Я возьму теперь просто инструмент волшебная палочка. Здесь его щелкну по фону. И теперь Ctrl-Shift и выделение сделаю обратным. Инвертировал я. Ctrl-Y на новый слой. Ставлю обычные. Все, у нас наши сережки появились на этом фоне. Ну и последнее, что я сделаю, я создам видимость, что оно действительно на фоне на этом лежит. То есть, я возьму, сделаю с помощью затемнителя подобие теней. Ну, так как здесь такой фон рваны, то не особо как это будет видно. Я дам только понятие, что тут действительно тени. И все на тенях на этом материале лежит. Прекрасно. Последний штрих. Мы делаем фильтр. Умная резкость. Смотрим. Достаточно нам этой умной резкости. Все хорошо. И я поставлю свое лого сейчас. Вы поставите свое. Вот так в уголочек его. Для любителей всяких звездочек. У меня есть одна такая нарисованная. Я сейчас ее брошу на наш файл. Уменьше, конечно, это слишком. Вот такую звездочку я сейчас сделаю. Почему-то очень нравится некоторым, что все блестит, все переливается. И вот тут. Ну и, наверное, на этом мы закончим с вами. С вами была фирма Петерсон. И я, Эдвард Петер. До следующего урока. Всего доброго. Субтитры добавил DimaTorzok